Второй томик. Сегодня точно угадал. Ефесянам, да, ефесянам, ефесянам, ефесянам. Чего детства нету? Батюшки? Да. То есть на полу Серёзы, да? Молодёжные. Остальные безвозвездные потери? Безвозвратные. А безвозвратные? Да. Потерялись и ушли в точку, называется, от нас. А где? Потеряли, что ли? На сагатке. На берегу. А, он просто отвёл с вас и уехал. Ясно. Работает? Нет. На хозяйстве. На хозяйстве? На хозяйстве. А, на хозяйстве? На хозяйстве. На хозяйстве. Пусть все зашли, желающие, общаться с братьями и сестрами, пр��тижествам, угодную Богу. А то, дорогие, спустя соскочить людей. Оставайся. Царю небесный, утешителю души истины, И житель сын, и все исполняет сокровища благих. И жизни подателю, и иди все веселы, И очистены от всяких скверны, И спаси, блажь, души наши. Господи, Отец наш небесный, благодарим Тебя за все, что Ты даруешь, За все милости Твои, за образумление и наказание. Молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Прибудь с нами, благослови наше собрание, И Дух Твой Святой да не покинет нас. Господи, за все Тебе хвала. Отец и на Дух Святой. Аминь. Аминь. Считаем толкование на сегодняшнее чтение. Послание к Ефесянам, Святого Апостола Павла. Глава 2, стихи с 4 по 10. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Стих 4. Бог, богат и милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Мы делали дела, достойные неумолимого гнева. Но Бог говорит не просто милостью, но и богат милостью. И любовь от многой милости. Ибо иначе как бы мы, чадо гнева, удостоились любви. Стих 5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Толкование. Здесь окончание прежде начатой мысли, а прочее все вставка. Опять Христос посредник, и дело достойно доверия. Ибо если начаток, первенец, жив, то и мы живы. Так как Бог оживотворил его и нас. Его в действии, а нас в силе теперь, а немного после и в действии. Вот необычайное величие сил его. Именно, что он мертвых, сынов гнева, оживотворил. В этом упование нашего звания. С глубоким душевным потрясением он высказал это, изумляясь неизреченному дару Божию. Ибо не трудом и не собственными делами, говорит, вы спасены, но только благодатью. Ибо что касается дел, вы достойны были наказания и гнева. Стих 6. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Толкование. Как потому, что начаток и глава Христос, говорю, воскрешен, и нас через него Бог воскресил. Точно таким же образом, если глава сидит, сидит вместе и все тело. Посему говорит во Христе Иисусе. То есть потому, что он восседает, и мы воссядем. Или же воскресил с ним, должно понимать не о воскрешении, но об оживотворении через крещение. Как же после этого посадил? Если терпим, говорит, с ним и царствовать будем. 2 Тимофею 2.12. И Христос говорит, сядете на двенадцати престолах. Матфея 19.28. И в другом месте, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому уготовано? От Марка 10.40. Итак, это уже уготовано. Стих 7. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, благодати к нам во Христе Иисусе. Толкование. Чтобы кто-нибудь не усомнился в сказанном, он старается сделать речь более убедительной, говоря, если не ради любви к нам, то, по крайней мере, из желания явить свою благодать непременно это исполнит. Теперь многие не верят всему. В будущем же веке все узнают, что нам Бог даровал, видя святых в неизреченной славе. Что же касается выражения во Христе Иисусе, оно значит, не ко Христу одному относятся сие, но через Него перейдет и на нас, как от начала ко всему. С Ним оживем, с Ним и воссядем. Так говорит великий Иоанн Златоуст в толковании на этот отрывок. А в толковании на Евангелие от Матфея говорит, что никто не воссядет тогда. Подлинно нужен дар Духа и откровения, чтобы уразумить глубину этих тайн. Ибо если бы, премудрый учитель Иоанн, не сказал ясно, что мы будем посажены, то иной мог бы сказать, что во Христе мы уже сидим, равно как и то, что во Христе мы удостаиваемся поклонения от ангелов. Ибо не мы лично удостаиваемся поклонения, но так как наше естество, соединенное с Богом Словом, приемлет поклонение, то и на нас переходит эта честь. В этом смысле и говорит теперь, что и мы воссядем. Восьмой стих. Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Толкование. Сказав о том, что касается Бога, именно что мы спасены благодатью, присовокупляет и то, что принадлежит нам, через веру, чтобы не нарушить свободы воли. Снова как бы уничтожает это, говоря, что и вера не от нас, потому что если бы Он не пришел, если бы не призвал, мы и не последовали бы. Как веровать говорит в того, о ком не слышали. Римлянам 10.14. Так что и вера – дар Божий. Или же иначе. Не веру называют даром Божиим, а спасение через веру. Вот что есть дар Божий. Ибо пусть вера и наша, но как бы она одна могла спасти, если бы Бог не благоволил принимать нас ради ее, чтобы не совсем быть нам безучастными в деле нашего спасения, но являться привносящими нечто и от себя. Девятый стих. Не от дел, но чтобы никто не хвалился. Это не значит толкование. Это не значит, чтобы Бог отверг нас, имеющих дела, но что и тех, которые погибли бы с делами, спас благодатью. Так что после этого никто не имеет права хвалиться. Ибо слово «что бы» выражает не причину, а последствия дела. Стих десятый. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Толкование. Чтобы ты, услышав, что не делами оправданы, не стал беспечным по отношению к делам, Он говорит, что теперь после веры нужны дела. Ибо ты создан во Христе Иисусе и стал новой тварью после того, как умер в тебе в крещении ветхий человек. Как вначале ты призван был от небытия к бытию, так теперь призван к блага бытию. Ты создан не для того, чтобы быть бездеятельным, но с тем, чтобы делать и ходить в добрых делах. То есть весь путь жизни совершать в них не два или три года, а весь путь твоей жизни. Ибо на это указывает Он словом «исполнять». Ибо Бог предназначил к всему, поэтому нельзя уклоняться от этого определенного Богом дела. На добрые дела. Не на одно дело, а на все. Ибо если будет недостаток в одном, нарушается добродетель. А Григорий Богослов выражение «созданное на добрые дела» понимал не в смысле создания и в крещении, но относил к первому творению. Богу нашему слава. Здорово сегодня. Здорово сегодня. Здорово сегодня. Чтобы они тоже обрели эту веру, основанную на Стасе Господнем, Слове Его Святом. И вот в унисон этой сегодняшней ноте я прошу помолиться о преподавателях музыкальной школы, где учится моя внучка Аисия. Завтра будут оперировать ее учительницу, педагога Бога, талантливая девочка, знает, потому что она прошла через ее школу. Завтра ее будут оперировать, чтобы Господь призвал ее к спасению. Эльвира. Эльвира ее имя. Эльвира. Да. А муж ее, Александр, тоже профессор, преподает ее в колледже, и у нас здесь, в этом институте культуры. Тоже вот разговор у него с ним был. Интересно, что он раскатал такой короткий эпизод, что он состоял в попечительском совете каком-то и ходил как бы с проповедью музыки, культуры, в места заключения. Да, и рассказал такой эпизод, что его, значит, сопровождали там люди, и они сказали, мы вам нужны здесь? Он говорит, да нет, нет, я там сам разберусь. Когда заходит, говорит, там такой вот шкафчик, ну и мне, говорит, уже возникла мысль, не зря ли я отказался от сопровождающих. И этот человек сказал, вот если бы отец меня драл как следует и наставлял бы в музыке, то я бы здесь не оказался. Ну вот тут музыка, конечно, это не слово Божие, естественно, но музыка, она проникает в нашу жизнь, желаем и того, и не желаем, но еще и надо различать, что называют музыкой, что анти-музыкой, что нашему организму вредит и нашей душе прежде всего. Так что вот помолитесь, Александр и Эльвира. Она духовотворяет музыку человека. Но она же может и разрушить. Она может действовать только на то, что ниже пояса и разрушает весь организм. Ну и есть, так называемая, музыкотерапия. Она прямо естественная. Есть такой Михаил Семенович Козинник, он широкая эрудиция человек, он музыкант, скрипач, он литературовед, он критик, он историк, он пишет стихи со всех сторон. Он как раз об этом говорит, что детей нужно воспитывать непременно с музыкой, потому что музыка должна сопровождать человека всю его жизнь. Настоящая музыка, а не попса. Ну это вот такая просьба. И если мы уже говорим о просьбах, то вот надежды Александра сегодня нет. Эта штучка у нас пустая на погорельцев. Кто еще не откликнулся, мы не были в прошлое воскресенье, в этом речь шла. Батюшка, где... Какое-то место там. Второй, да, Тарой, где батюшка в свое время служил, там и на его месте теперь новый священник. И вот священник и его семья погорели, и дом его, и храм сгорел. Поэтому вот такая просьба оказать им помощь посильную. Я хочу сделать небольшое объявление и прочитать немножко отрывок из газеты. Я посещаю, как сказать, мастерскую, где плетут сети. Но там помимо сетей делают еще и ту же другую работу. Другие предметы шьют для войск СВО. И там, значит, распространяют, иногда выпускают, есть возможность выпустить газеты, которые идут напрямую, связь войск и нашей доброй воли, этой организации. Я хочу прочитать небольшой отрывок. На войне неверующих не бывает. Значит, ну, здесь и рассказывается один эпизод. Егор рассказал следующую историю. Во время штурма окраина Солидара его группа ворвалась в один из частных домов, крыша которого уже горела. В красном углу гостины висела, как и положено, православная икона Божьей Матери. Рядом стояла еще одна. Не раздумывая ни секунду, автор истории вынес обе иконы. Как только они оказались в подразделении, с этого момента в разведгруппе не было ни одного двухсотого и трехсотого, то есть смертей и ранений. Второй случай произошел, когда напарник Егора спас от уничтожения в полуразрушенном доме Библию. Текст старого и нового завета и автоматически засунул ее за бронежилет. Не успел боец выйти из горящего дома, как его настиг околок Польки. Эта мина польского производства взорвалась у ног. Она пробила сталь брони и застряла на страницах Библии. Мелкие околки посекли лицо бойца, но он остался живым. Напарник же погиб на месте. С этой минуты боец не расстается со священным писанием. Побывал в десятках боестолкновений, но ни одна пуля, ни один осколок его не задели. Мой рассказчик сделал паузу, а затем добавил, так на фронте святые для православного человека предметы становятся реальными защитниками. А это факт. Жена Егора Елена присутствовала во время нашего разговора. Она добавила, что крайне важно молиться за своего близкого человека и за все российское воинство. Это ускорит победу и спасет их. Суверенностью заметила женщина. Она также рассказала, что их сын, военный юрист, работает сейчас в ДНР и делает непростую работу. Борется за торжество законов Российской Федерации и на территории республики, вошедших в Россию. Егор рассказал и о потерях. Однажды группа разведчиков пошла на задание, но попала в засаду. Была окружена у своих, запросили огонь на себя. Двое погибли. Успев разрядить магазин автоматов, а третьего фашисты, как в обиходе называют бойцы-солдат Украины, пытались взять в плен. Когда у него закончили боеприпасы, он подорвал себя последней гранатой. Последний герой Руги. Он прибыл добовольцем из Чебоксара. Его настоящее имя Порфильев Алексей Михайлович. Светлая ему память. Татьяна Александровна, я думаю, что этого достаточно. Писать этого корреспондента. К сожалению, мы видим здесь только то, что это как амулеты. И Библия как амулет, и все другие принадлежности. Икона амулет, которые защищают. Защищает Господь. По вере, опять же. Когда вера, действительная вера, она спасает. И без этих амулетов. Поэтому вот то, что он там эту Библию, она теперь там со сколками милые, он ее бы открыл и читал бы. То, что сохранилось. Или нашел бы другую Библию, читал бы, обрел бы веру. Вот тогда бы это было, как бы, достойно нашего внимания. А так, ну, мы видим, что это просто амулет. Научить надо. Да, спасает, но ко спасению, ко спасению души в вечности это не имеет отношения. Это вот имеет отношение, может быть, к тому, что вот они останутся живы. Потому что Господь продляет им жизнь для того, чтобы они пришли к истинной вере. А придут они или не придут, это другой вопрос. Есть еще обратная сторона Слова Божьего. У меня брат двоюродный мой, в Бийске, который жил. Ну, он грешник был в молодости. Ему было 28 лет, когда он в какую-то секту попал. Ну, сектанты, баптисты или пятидесятники. Пятидесятники, скорее всего. Потому что у него Евангелие было с Псалтирию, Генеонное Братство. И он читал, и на Матфея 10 главе его что-то поймало. Но он ни с кем не советовался, ничего. Он до такой степени разъярился. Ну, то есть, сатанан его поймал. Он читал ее прям. Что он вырвал вот эти все страницы. Вот так вот бросил их. Это мне потом тетя Таня, моя тетушка, она передала, говорит, вот, говорит, все, что от него осталось. Вырвал, бросил. И пошел, и удавился. Понятно? Читал Библию. А здесь осколки попали. Понятно дело. Ты загляни в нее, в эту Библию. Она тебя, может быть, убьет. Строчки убьют тебя. А ты восхваляешь сейчас ее. Ты еще не знаешь, чем дело закончится. Пока не прочитал ее всю. Я не начал жить по ней. Спасибо. Да, болящих. Нет, я хотела сказать, болящих у нас есть, уже сказали вроде как бы. Я хотела передать всем поклон от Виктора Савченко. Он звонил вчера. Мы разговаривали с ним. Время у него такое появилось, видимо. Поклон всем огромный передает. Игнатий Тихонович, может, он не дозвонился, ему не знаю. Но Лену благодарил очень, что она выставляет сразу вот наши ролики эти. А он работает сейчас на двух работах. И пока даже времена от занятий. Он же вел занятия. Сейчас пока не будет вести. Передал братьям. Но он ездит, они ездят на службы, в другое место, то в одно, то в другое. И он предлагает всегда проводить занятия там. Один из священников вроде согласился. Он прям обрадовался, готовился. Но когда подошло время, прямо вот, испугались. Отказали. Ну, побоялись, что он будет... Потому что говорить надо правду все. Да, что он будет говорить все. Они же врут прям по телевизору. Ну, детки нормально все. Они французский изучают тоже. А сейчас стали изучать русский язык. Уже не просто так вот говорить, а именно изучать. Ну, занимаются постоянно дома, занимаются, учат детей своих. Их семейное обучение. Да, вот так вроде бы все. Ну, всем поклон. Виктор Андреевич, можно больше? Добрый. Ну, немножко объявление. Я напомню просто, что там стоят коробки на столе зеленые. Это лежат в них брошюры для раздачи. То есть берите. Там на них написаны списки, в какой коробке, какие именно брошюры лежат, по какой тематике. Там спокойно открывайте, доставайте. Потому что я смотрю, все лето простояли. И они полные все. Я даже удивился даже. Ну, как не сказали, вам говорили, тогда еще, я же помню. Специально Надежда Дмуха вроде распечатала вот эти сферикторы. Просто их убрали и все. Хотел попросить, поблагодарить всех и попросить еще молитв. Седьмое, не седьмое, ну, четвертое занятие с детьми прошло. Четвертое. И, ну, контакт какой-то есть у нас. Но не все выходят. Кто говорил, что хотели выйти, теперь не все выходят. То ли что-то не нравится, то ли что, не знаю. Ну, так. Кто желает послушать что-то, послушайте эти занятия. Я просил с родителями, когда прошли первые занятия, просил у них, чтобы они для конструкции, для конструктивного ведения, то есть для положительного ведения, чтобы свои какие-то рекомендации могли давать. И я могу выполнить их. Потому что, ну, раз все вместе согласились, чтобы я с детьми работал, трудился, по слову Божьему, что-то в этом есть. Ну, не всем нравится, я вам сразу хочу сказать, потому что я не, ну, поняли, да? Я не баптистская тропинка. У меня другая, у нас другой путь, он называется истинная жизнь, Христос. Поэтому вот эти вот, Боженька там, Христосик, у нас нету таких слов. Ну, сегодня слышали, Игнатий сказал последние слова, чтобы чадо наше услышали истинное словесное молоко. Вот, а оно это молоко горчит сильно, не окутай его пить. Одеваться некуда, лекарство всегда горчит. И если боли нету, ты болеешь, и без боли у тебя прошел выздоровление, это не выздоровление. Обязательно должна быть боль какая-то, или страдания какие-то должны быть, или настоящая физическая боль, так что ты взываешь Господу. Как говорится, настоящий стон. Должны скорби прийти, потом мы терпим, потом появляется опытность, а дальше спасение, ничего подобного, надежда. Надежда, а надежда, говорится, не постыжает. Вот так. То есть до надежды нужно дойти, пережить эти скорби. Я думаю, дети наши переживут эти скорби, и кто-то из них, кто-то, могут спастись в надежде. Прости, Христос. О, Христос. Еще кого есть слова? Геннадий Ильич, получил я три свидетельства на неделе, к которым, может, и вы имеете отношение. В Москве три главные библиотеки. Первая была библиотека Ленина, сейчас изменили у нее, называется Российская государственная библиотека. В синей печати я попрошу прочитать благодарность. То есть четырехтомник отправили, те пришли, подарили им. Вот, считай, что... Министерство культуры Российской Федерации. Федеральное государственное бюджетное учреждение. Российская государственная библиотека. Москва, Воздвиженка, 3-5. Телефоны. Отдел комплектования фондов. Лапкину, Игнатию Тихоновичу. Уважаемый Игнатий Тихонович, Российская государственная библиотека благодарит вас за передачу в дар изданий. Первое. Лапкин и Т. Проповеди в стихах. Книга первая. Барнаул, 2023 год. Второе. Лапкин и Т. Проповеди в стихах. Книга вторая. Барнаул, 2023. РГБ как национальная библиотека РФ Российской Федерации особенно заинтересована в пополнении своих фондов бесплатными поступлениями, что в наибольшей степени обеспечивает выполнение ее важнейшей миссии – накопления и сохранения для современных и будущих поколений интеллектуальной памяти страны. Ваши книги займут достойное место в фонде основного хранения государственной библиотеки и будут способствовать развитию культуры. Благодарим за сотрудничество. Желаем здоровья и творческих успехов. С уважением. Директор ДФФО ЗАПОКФ Зубкова Е.Н. Вторая по важности библиотека историческая. И заметьте, какая разница. Вот пишет рукой. Лапкину Игнатию Тихоновичу из Парламентской библиотеки РФ. 25 октября 2023 года с благодарностью приняли 4 тома проповеди в стихах в дополнение к ранее переданным 38 томам вашего издания. То есть уже раньше несколько лет, лет 10 там книги, а так к ним. Карташова Ю.Н. Так. Третья библиотека. Историческая называется. Жертвователю. Условия включения пожертвования в фонд библиотеки. Решение о приеме документов коллекции на государственное хранение в ГПИБ России принимается экспертами по комплектованию библиотечного фонда. Основными условиями для приема пожертвования являются 1. Соответствие документа профилю фондов ГПИБ. 2. Научная ценность издания. 3. Ценность экземпляра коллекции как объекта культуры, книжные памятники. 4. Отсутствие издания в фонде библиотеки. Библиотека оставляет за собой право не принять пожертвования, если документ является непрофильным. Аналогичные документы имеются в фонде библиотеки в достаточном количестве экземпляров. Документы плохой сохранности не соответствуют этике приобретения материалов библиотекой. Библиотека имеет право распоряжаться переданными ей имуществом в рамках уставной деятельности, в том числе передать невостребованные экземпляры в фонды других библиотек. Литература в количестве четырех экземпляров получена для передачи в отдел комплектования в главный библиотекарь Фролова. Вот это на неделе. И везде в печати. Дальше что? На этой неделе мы ждем, уже должно выйти, к христиану православию. На переиздание. Оно будет примерно почти в два раза толще будет теперь книга. Столько нового материала. Дальше готовят, попросили передать, тоже маленько добавиться. Для слова Божия нет уз. Можем показать, она лежит там. Там документы поднимут. Но! Поступила еще одна заявка. Из всех. Вот у нас с восьмого тома начинаются проповеди. А до этого занятие потеряемки, 123. И сдать отдельно проповеди. Это так было неожиданно. Но сейчас вначале делать подсчет, сколько... Получается примерно пять книг. Вот это, которые у нас были, 752 страницы. Вот эти пять будут по 1250 страниц. В каждой книге. Значит, надо об этом помолиться. Естественно, что это не даром. Уже работа началась. Ну, то есть, надо заново перепроверить. Все эти... Где-то там запятые все на место поставить. Значит, работа очень большая. Вот это в этих книгах, это все есть. Но! После того, как в 2010 году я закончил что-то брать, в 2010 году, последняя книга, я говорю проповеди, а они все только в видео. Нам нужны помощники. Вот эти, которые там были, я говорил проповедь, их записали на... Аудио. А были на таких кассетках, которые были. Ее муж, Анатолий Кузьмич, он на этот, который у меня есть, сделал так, чтобы ногой можно было включать. Я так включу, предложение, печатаю. Ключу, и сантиметры пальцами печатаем. Здесь большая часть, да почти все, печатал я лично сам. Помогал Сергей Павлович. Ну, он был живые проповеди. Так вот, сейчас, которые в видео есть проповеди, я снабжу этим. Нам нужны помощники, которые перевели бы их в город. Это работа посильная любому человеку, который умеет печатать. А как делать? Очень просто. Включил предложение, запечатал, да все. Так. Желающие есть? Почему Пушкин говорил, если я не умру? Речь идет о книгах. Нас не будет, все будет забыто, книги останутся. А то говорили, а их священники там выманывают, сжигают. Во-первых, я этого не видел, а во-вторых, туда и близко не подпустят. Если он скажет это, он может оттуда не выйти. Поймут, что изгод какой-то. Это интеллект. Всего государства определяется этими книгами. Вот они это ответили. Началось. Если у вас... Можно вопрос, а парламентская чем отличается от других библиотек? Название? Я могу сказать чем. Я только знаю, вот как оно тут есть. Вот это вот парламентская, представьте, которая центральная библиотека, вот как она выглядит. Историческая, вот, но еще печатают. А парламентская так, ну кто, парламентская, у них совсем денег нет. Видимо, этим только отличается, потому что, вот они на глазах, как видят. Ну, не могу я ответить на вопрос, потому что я не знаю. Так что, видимо, парламентарий имеет предвестующее положение, там, приходите брать. Я сегодня говорил об этом, немного еще. Самые главные враги, которые разделяют церковь, это священство и учителя, говорится. Но, самое главное, в этом встречается один грех, который приравнивается, по всей вероятности, с холлой на Духа Святого. Один грех, который, ну, знаете, на Моисея восстали, дофанов и родной корей, 16 глава чисел. Ну и стали, а чем вы хуже вас-то? Что у вас есть? У нас есть, а почему вы командуете над нами? Ну, Моисея заявил Богу этот претензий. Вот смотри, что делается. А Господь говорит, завтра я покажу. И когда Бог ему положил на сердце, он только закричал, отойдите от них все. Это отделение от церкви, вот это баптисты, все, которые отошли от церкви, это образы такие есть. Отойдите. И вдруг земля разверзлась, какой там взрыв был, не знаю. И вместе с женами, с детьми, с шатрами, со скотиной, все провели живьем в ад. Живьем в ад. Это единственный случай за всю мировую историю. И это что, разделение. А вот это как раз и занимается чем разделение. Вот сегодня настаивают где-то священники. Ну, один раз я что говорю, вы посмотрите, вот находятся священники, которые я, говорит, против был. Вот этот злой старик, там то другое. А когда стал считать, я все, говорит, опустил руки. Я понял это, что, еще у меня ничего нет. У меня каждый день, сегодня получил я из Германии. И когда человека Господь коснулся, он все, вы для нас духовный отец, мы никуда, духовный наставник, духовный, все. Люди не считали, ему сказали, ау, ну, он кусает, потому что он пес. Злой пес. А злого пса-то, если он ничей, то его хорошее учить не ждет. Значит, нам нужно сейчас, которые я там говорю, проповеди, я их выловлю в интернете. Я помогу. И сколько человек надо? Чем больше, тем лучше, тем быстрее. Отпечатать проповеди. Можете кому-то сказать, попросить. Платить я ничего не могу. Да и за что платить-то? Я вот к этой проповеди готовился, может, полгода. По шестям, по шестям на крест подводил. И главное теперь, уже в этот день, тут я еще получаю от Бога что-то. Я не все высказал-то, так я вижу уже время. Хотя я говорю, Богу нужна десятина. Несомненно и правильно. А почему в духовном плане не понимает это? А в духовном плане так. Два часа. Сколько это? 120 минут. Десятина Богу, 12 минут служба. Остальное проповедь. Откуда вы знаете это? Из Денья апостола. Апостол Павел не литургию продалил, а в свидетельстве о своей миссии. И там Евтихий еще свалился. Они спят в Евтихий. Вот какое дело. Я только говорю, я не настаиваю ничего. Ну, можем однажды допустить, чтобы мне дал Бог минуту, и я подумаю, почему так? Вот священника спрашиваю, я дальше не стал говорить. Он ни разу не проповедовал. А его взыщет архиерей? Нет. Вот у меня таланта нет. А тут у него по бумажке. Он знает, где какое-то надо снять, считать, за что деньги, сколько. Он отлично все понимает. Так вот, он не проповедует 55 лет, и с него никто не спросит, что паспы ничего не знает. Примерно 80%, да уже 85%, баптисты сегодня, это бывшие православные. Они так сказали. Но они не православные, но обыкновенные православные приходят, уходят. Главное, пришел, причастился, исповедался. А что тебе надо? Когда мы стали говорить, какие злые. То нельзя, другое нельзя. Наши деды бабкой ходили в церковь, все время играли в карте, в домино. Я ничего не могу сказать. Я говорю, по Библии, вот эту книгу, которая выйдет, пять томов, как ее назвать? У меня название, оно такое длинное, а не как, проповеди, ну раз проповеди, то проповеди. Во свете Библии, во свете Библии, во свете Святой Библии, вот как. Слово Святой обязательно надо, и это во свете Библии. Значит, уже кто это делает, уже ему заказ сделали. Первый будет красный, если будет. Вторая, как всегда, как знамя, синяя, а дальше желтое, трудолюбие, и нет, синяя, зеленая, я сказал, два зеленых, все не подумал, посмотрел, нет. Четвертая будет желтая, пятая белая. Вот между этими, небом и землей, человек рождается зеленый, и дальше уже спеет пшеница, вот так, примерно. Уже все обдумано, уже помаленьку, начинаем подбираться. Главное, у меня корректор, из Белоруссии, за нее тоже помолиться надо, но настолько она точно все делает. Ирина Кондратюк, у нас там мешки лежат, Кондратюк, подписанная. И она боялась близко подойти, и вдруг в одном месте вы говорите, Арсений Кондратюк подарил мне 12 того златоуста в Америке. А где фамилия Кондратюк? Маленько погоняем опять Кондратюк, третий раз, я не стала ждать, я поняла, это меня Господь посылает сюда. И она с такой точностью все узнает, я что-то привожу, а она в интернете нашла, а тут разница там в два года. Какую мне взять, эту или эту? Вот если запитаюсь, смысл меняется. Я утром встаю, а у нее уже вопросы эти идут. Ну, с такой точностью, ну, сестра Ирина, пускай это, разница небольшая. Я не могу так. Я знаю, что меня Бог послал к вам. Она работает то ли учительной, или где, пилолог. Вот, чтобы еще Бог дал кого-то. Это, представьте, если по 1200 страниц, это минимум 6000 с лишним. Ну, работа капитальная, конечно, экземпляр небольшой будет, вот это все 500. Вот считай, в прошлый раз я говорил, здесь библиотекарь была, вот 4, батюшке отдал 5, потеряет 6-7, это все без копейки. Ну, как Господь все делает? Я прошу поискать помощников, которые в проповеди с 10-го года по сегодняшний день перевезти. Вот, сильно помог мне ее муж тогда. У нас хорошие отношения были. Я на голову, вот так сокрылся у меня этот молитвокон. Ну, что, не расслышали? Поищите, нет? Да, нет, я лично не покой. Пожалуйста. Ну, и дальше что? Дальше тут, вы сами знаете, наше дело. Почему мы два дня раньше приехали? Сказали, что это внешняя стена наклонилась, где мы живем. Ну, не так и видно, но в самом деле фундамента нету у дома. И поэтому нижние венцы сгнили. Ну, раньше было, как говорили, да здесь бушка обросла в землю. А почему? Фундамента нету. А теперь что надо? Асфальт, который рядом, да наклоним в другую сторону. Его надо долбить, хотя бы вот такую траншею, а потом изнутри или как, домкратами поднимать. Ой-ой-ой. И что интересно, вот я взял и в интернет выставил это. В это время у нас принимал крещение летом, в прошлом году. Один человек очень хороший, ростом примерно такой, с сыном был, с дочерью, и, кажется, и два сына, выставили у него тесто. А он как раз дома у них подставляет, что сгнило. И он сразу, ничего не говоря, засобирался приехать. Ну, дела не окончены, но вы сказали, раз довезли, домкраты нужны. Дальше, ну, шланги это все такое, арматура. Он КамАЗ завез в Песло, щебни в КамАЗ, он уже готов приехать. Нам руководить надо. Я был прорабом, но я никогда эту работу не делал. Я так присматриваюсь, я знаю, что делать. У меня главная забота, что если Владимир Александрович у меня уедет, а я-то без него. Кто? Так. Весной. Как говорится, коллега на костылях. Весной. А работа-то не маленькая, копать надо, поднимать, удалять гнилое-гнилье, ну, думаю так, хотя бы тысячу кирпичей силикатные. Каждый кирпичник 15 рублей. 15 рублей. Вот и считали. Сколько, чего, я так говорю? Про мед еще, про мед. А? Про мед напомните. Мед. Мед, мед. Мед, мед вчера позвонили. Ну, остальное понятно. Нужно будет работать. Звонил Шерстобитов, Геннадий Павлович, у него мед прошлого года остался засахаривший, ну, который есть. Я его только такой беру, свежий я не беру. До этого, который был свежий, 1200 банка трех литрового. А эту за 800. Кому надо, надо подойти к Любову Николаевне и записать. Я сразу сказал, я беру 5. Вы сами думайте. При любой болезни, на любое лекарство никак не помешает мед. Это не сахар, не химия. У него абсолютно без обмана. Это очень хороший человек. Его мама и моя мама работали на одной пасеке вместе. Кому нужно будет? Запишитесь, подойди к ней. Какая это цена? Когда в интернете говорим, не верь, да что, за 3-х литровую банку столько? Совсем непонятно. Ну вот такое дело. Это цена. Значит, кому надо, сейчас будете выходить, она обычно распоряжается. И мы скажем, как наберется, чтобы он мог на машине привезти. Притом привезут сюда. Никуда ехать не надо. Так, это понятно, да? Ну вот я уже практически все сказал, что нужно заказал. О книгах у меня забота. Я принял это, что надо отдельно. Люди просят и это сделать. Но сделаем ли мы ничего неизвестно. Но так как опыт у нас большой, это вполне вероятно. Таких книг у нас не было еще. Вот эти, которые большие, это 882 страницы. А это примерно на 400 страниц больше будет. и готовят в Можайске, там где-то же в Москве. Привозили в прошлый раз за привоз, я заплатил, ну, из наших ресурсов, 220 тысяч рублей. Только за привоз. А дальше, вот сейчас решили железной дорогой. Я совершенно растерянный. Как взят? Не ваша забота. Деньги платите, и все привезут. И отсюда перегрузят, и привезут куда надо. На железной дороге. Ну, примерно по 500 экземпляров, там, в Москве, дорогой, в другом городе еще оставят. А нам уже поступят даже 4 тысячи. Вы тоже ищите тех, которые желают слышать и прочее. Спрашивали, а можно деньги, на деньги, которые, десятина. Можно. При условии, что эти книги вы подарите священникам. Священникам. Человек, с десятины своих, которая, с десятины, до священства, он купит эти книги. Но их не продавать никуда. А вашим священникам вы подарите. Не деньги, которые тратят, а слово Божие, чтобы зазвучало. Люди-то не понимают. Вот объясняют апокалипсис. Сколько толкований я читал, это не скажешь. И вот это, которое у нас, это не толкование, а все толкования собрал отец Геннадий. Это самое, самое лучшее. И он только вот там 434 страницы занимает в третьем томе. И он делает ссылок на Библию, глава стих, 3333. Обычно это говорят и куда вытянет. А вам все подтверждает Словом Божием. Поэтому, что у нас есть, это самое наилучшее за 2000 лет. Вот допустим, я много времени потратил на симфонии и канонические книги. Все они сдаваемые до революционной. Сегодня я посмотрел одно слово, не профессионалы. Я знаю, самые лучшие, вернигородские, вот такая есть симфония, на канонические. Оттуда взяли шрифт, все. Ну и вот теперь большую роль тут ваш сын, Виктор, помог. Нас не вручную делали, эта электроника, она срывалась. Вопросы? Да единый буквы сохранили. Вопросы? Вопросы? Еще только молиться. Пойди, Христос. Болимся. Слава Христу. Достойно есть всякого истину, блажить Тетя Богородицу, пресоблаженную и пренепарочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херубин, и славнейшую без сомнения Серафим, без искнения Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величайна. Господи, защити Родину нашу от нашествия и напременников, от внутренних расприй, от беззакония, которое встанет, остановит делающих зло. Просвяти правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, прави досуды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченности Твоей Библии. Прости нас, Господи, и Владыка Жизни, что сокрыли имя Твою, Бога Иегова. Дух Святой, заставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за слой правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи Божий, прими наши молитвы, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, и приятное перед Пресолом Агдате Твоей. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голговской страдания и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, помилуй. И мы взываем о незаповедавших. Господи, откроем ту истину, что примирение с Отцом Небесным возможно только при этой жизни, что за гробом нет покаяния приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышат рабы Твои, голос Твой. Аминь. Подождите маленько. Я несколько слов еще скажу. Вот когда пишут, такой поэт, писатель, фрук, и говорят, у них всегда в доме собирались поэты, писатели, и дети от них многое брали. Но я нигде не слышал того, что там у них собрания были, читали стихи, чтобы дети куда-то уходили. У нас свободно. Одна вышла, ее везут, а те сразу, вот она стоит рядом. Мать не беспокоилась, не побежала за ней. так сказать. Их нет, они не слышат, они не входят в это, не оговариваются. Сегодня можно оговариваться, завтра будет поздно. Почему ты вышел сразу туда? Зачем? Я видел, что вы там перебегаете. Зачем ходила туда? Когда место сидело, тебе это не помешает. Ты маленько будешь уходить, это нужда какая-то. Что вы друг от друга можете взять? Ну и понятно, что неправильно это. То есть, забота о детях накормить. О, это далеко-далеко не все. Поставьте правило, чтобы они всегда были здесь. Кто остался? Остались, которые уже в целом возрастом выросли. У меня один раз было, я приехал в Потеряевку 10 июня, и мне встречается знакомая моя девица, и она мне сказала, а когда мы опять поедем на благовестие? Помнишь? Вот она сидит здесь. Понимаете, для меня это я должен был уйти куда-то отдельно, пред Богом, воздать хвалу. Вот как? Когда в собрание будет? Те, которые уходили от собрания, их нету нигде. Собрание это наша жизнь. А службу? А вот такой-то, я спрашиваю вчера, у нас была душа ушла, но она ходит в храм. Но она кого-то знает? Нет. Тут все иметь, чуть не на каждой книге ее фамилия написано, никому претензий нету, взять и уйти. А почему? Дальше начинаешь отбирать и видно. Не терпит замечания. А я не могу обходить, это нельзя трогать, а то папа мне нос расхвастит, зальет. Ну ведь не так. Вы же видите, если не здесь, то они вне, а на литургии-то что они понимают еще? Это надо проходить, вот сейчас, в начале шестивца, там считать. Доходит, что я говорю? Конечно. Потом будете искать. Я сегодня уже говорил, наверное, много раз говорю. Вот то, что сейчас есть, и когда было в университете, для нас золотой век был. Сколько мы успели сделать за это время? Ну, сами гляньте. Найдите храм один во всем мире, чтобы такое сокровище было, не чужое, а свое. Ну, нет этого нигде. Чтобы вот так вот слово Божие буквально колокольным звоном звучало. Нет этого нигде не было и не будет. Почему? Бог дал мне рождение 27 сентября 1962 года в 17.00. Моя жизнь пошла по-другому. И она по неволе, как с вами связана. Вы здесь. Игла еще не родился, поэтому нигде не будет. Я вчера его берет занятие, седьмое, или какой, брат, где-то. У меня не работает. Я все равно утром сумел его закачать, этот урок на память оставить. Как с дитями. Вот он, Игорь Владимирович. с детьми занимается. Я вскочил его с тебя и другим теперь показать, где можно там приходить. Ну, нет, 80 сентября с вашими молитвами. Очень тяжко. И не обидеть я вас хочу, а чтобы вы были в Царстве Небесном. Тем более, у тебя опыт сестер смертельный. Вот такая история. Когда я говорю это, а вы сами прикиньте, зачем я-то все лезу, нарываюсь на это. У меня нет с вами плохих отношений. Вы знаете, как прощались мы с своей мамой ходили, как вы приходили в больницу, так было. И кто давал обещание быть другим, кверх ногами все. Вы можете только плакать. И пока там вас принимают где, держитесь за этот дом, где никогда вы чужими не будете. А правильно я говорю, брат? Верно. Ну вот. Аллилуйя. Я не знаю, как я каждый день как будто прощаюсь со всеми, ухожу. Вот я сказал шесть болезней. Я прямо скажу, две были на летальный исход. Я почти все время, каждый день я святой водой. Игнатий Иванович, давайте вы как Тавид 157 лет. Предлагают прожить вам 157 лет. Как Тавид 157. 70 лет, говорит, приборщая крепость. А я за эту крепость уже залез. Ну, главное, чтобы не поспел. С два раза еще получил. Опять. Не поспел. Мама моя говорила батюшке, батюшка, да уже, мне уже пора, уже все, я уже не могу, немощная такая. А батюшка, я что сказал? говорит, а Бог берет не престарелых, а поспелых. Спейте еще. Так, ты наблюдаешь за тем, как кто считает. Побуждай их к этому. Потому что тебе дал Бог талант писать. Ты говоришь, мы их сказали там об Аллилуйе. Мы еще натолкнемся на такие песни, что будете возвращаться и искать. В интернете я просыпаюсь, мои проповеди, буквально по всему интернету выставляют и стихотворение. Стихотворение незнакомый какой-то музыкант положил на музыку, бар там поет, я еще могу сказать. Но это же ни один, ни два. Три тысячи триста девяносто восемь только в этих книгах. А сейчас тетрадь нашел, полная тетрадь, которая нигде не напечатана. Принесли мне. Когда сгорело у меня все, я раздавал, ну и один человек вернул все назад. а такие, которые ушли от нас, то и уплыло туда. Большая часть пошла по музеям. Прям на дом ходили, и ходили мне из музея, чтобы им дали это. Там есть что, и что, моего ничего нету. Все у меня. Дости, Христос. Дости, Христос. Спейте, спейте. На занятиях кто остается, оставайтесь. Брат, камеру оставь сразу. У кого...